Уважаемые коллеги, спасибо за возможность участия и быть частью онкологического форума «Белой ночи». Безусловно, доля пожилых пациентов среди онкологических пациентов возрастает, и в принципе на это направлена современная онкология. Максимально продлить и сохранить качество жизни пациентов. Однако, как уже было сказано, клинических исследований, на которые мы могли бы базироваться, пациенты, которые были бы включены в клинические исследования, чаще всего до 65 лет. После 65 лет пациенты не включаются, в связи с чем у нас нет доказательной базы, и большинство исследований – это ретроспективные исследования. Именно поэтому сегодня передо мной стоит задача на примере своего клинического случая постараться рассказать о том, как нужно избавиться от субъективных ощущений при выборе тактики лечения пациента и как стать более объективным. Разрешите представить вам клинический случай лечения рака ротоглотки в условиях красноярского онкологического диспансера у пожилого пациента 67 лет. Итак, к нашему онкологу в поликлинику обратился пациент, был направлен терапевтом с жалобами на боли при глотании. Нами было проведено ряд исследований, в том числе и ларингоскопия, при которой было обнаружено, что обухоль в области левой миндалины, которая фиксирована к язычку и имеет размер около 5 см, распространяется на гортоноглотку. Лимфатические узлы шеи пальпировались, в верхней третьей шеи имеется плотный узел, они подвижны, плотные по консистенции, размером до 5 см. Было проведено биопсия образования, при котором выявлен плоскоклеточный рак в высокой степени дифференцировки. Итак, какие вопросы должен задать клиницист, чтобы принять правильное решение, выбрать тактику лечения, чтобы не избавить пациента от шанса на выживаемость? Ведь этот пациент, я вам расскажу, это активный пациент, который ведет здоровый образ жизни, у которого есть семья, который несет интеллектуальную собственность и преподносит окружающим. Это социально значимый человек в плане семьи, и решать нам лечить его и не лечить по субъективным ощущениям, конечно же, мы не можем. Именно поэтому я привела компоненты комплексной геориатрической оценки, которые должны быть основой, фундаментом для выбора тактики лечения таких пациентов. И они состоят из нескольких компонентов. Это оценка функционального статуса, конечно же, статус ЭКО, в каком состоянии пациент пребывает. Социальная оценка. Есть ли у него близкие, которые смогут обеспечить и предоставить полноценный уход, финансовые возможности. Красноярский край – огромный регион, как и Ленобласть, и многие пациенты переезжают за 200 километров. Это время, это возможности, это тяжесть транспортировки. Эти условия, конечно же, мы должны учитывать. Медицинская оценка, оценка коморбидности, оценка сопутствующей патологии пациентов и медикаментозное лечение. Ведь многие лекарственные препараты могут взаимодействовать между собой, и нам нужно избежать лекарственного взаимодействия. И, конечно же, состояние пациентов. Сколько он килограмм потерял, когда он обратился, вовремя ли он обратился, не пребывает ли он в состоянии кахексии. Но, конечно же, основным и важным является психологическая оценка. Это измерение когнитивных способностей, оценка тревожности и депрессии. Ведь мы должны понимать, перед нами человек, и в каком состоянии он пребывает, насколько он привержен к лечению. Помимо данной шкалы, существуют еще более методы скрининга, инструменты, которые позволяют нам быстро и четко определить, если это пациент несохранный, то при наличии одного из факторов, конечно же, встает вопрос о нестандартном типе лечения, а поддерживающей или же симптоматической. Разрешение на них не останавливается. Итак, продолжим. На эти вопросы мы должны были ответить. Это пациент статусом ЭКОК-0, это хронические заболевания в анамнезе, хронический гастрит, холецистит, гепатит А в детстве и хроническая обстрактивная болезнь легких вне обострения. Конечно же, сопутствующие заболевания не являются противопоказанием к лечению. Вредные привычки. Курение. Курил 40 лет, то есть 10 сигарет в день. С ноября 2017 года не курит. Площадь поверхности тела 2, индекс массы тела 24. Конечно же, это сохранный пациент, который адекватно сможет перенести лечение. Именно поэтому с января 2018 года по февраль 2018 года было проведено курс химолочевой терапии. Суммарная очаговая доза 70 грей на опухоли опухолевый очаг и 50 грей на лимфоузлы шеи. Также было проведено еженедельное введение цитуксимаба, нагрузочная доза и потом 250 мг на поверхность тела. Осложнение, которое мы встретились, это выраженный радиопетилит с фибридным налетом и нарушение саливации. Эффект терапии, который мы заметили, это регресс предвечного очага. Далее была обсуждена с хирургами и проведена согласие пациента. Была проведена лимфоденоктомия шейных лимфатических углов с реконструктивно-пластическим компонентом. По данным гистологического исследования, выявлены метастазы плоскоклеточного рака в лимфатических узлах. С октября 2018 года выявлен рецидив опухоли в области ротоглотки. Была проведена хирургическая операция резекция ротоглотки. В фрагменте ротоглотки слева был обнаружен участок изъявления до 0,5 см в диаметре. Гистологическое заключение – низкодифференцированная плоскоклеточная карцинома. По данным КТ области ротоглотки от ноября 2018 года определяется неравномерное толщине стенок ротоглотки слева. Явных образований накапливающих контраст не определяется, лимфатические узлы не определяются. Была проведена врачебная комиссия, была назначена лекарственная терапия циспатин 1 раз в 21 день и цитоксимаб еженедельно. С января 2019 года по май 2019 года было проведено 5 курсов химиотерапии, было проведено контрольное обследование. В данный момент данные за рецидив не наблюдаются. Итак, мое заключение. Давайте постараемся избавиться от субъективных ощущений и пытаться оценивать пациента с соответствующим четким критерием, которые я уже перечислила. Это компоненты гериатрической оценки, комплексной оценки. Поэтому я очень прошу не лишать пациентов возможности лечиться и быть объективным, основываясь на доказательной медицине, а не на ваши ощущения. Спасибо. Спасибо. Так, вопросы, коллеги, пожалуйста. В данном случае пациенту дали таргетные препараты. Что? В данном случае пациенту дали таргетные препараты, несмотря на его возраст. Да, да. К счастью, в Красноярском крае очень хорошее финансирование и обеспечение таргетными препаратами. У нас нет никаких проблем с таргетными препаратами, и пациенты получают лечение согласно клиническим рекомендациям, независимо от возраста. Добрый день, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вы исследовали больного HPV-статус до начала лечения, потому что пишите 67 лет, это не пожилой пациент. Почему было выбрано именно лучевое лечение на первом этапе? Извините, 67 по классификации ВОЗ, 60 по пожилой. Это пожилой. Почему рассматривались дальше у вас там параметры именно гериатрические? Гериатрия применяется по классификации ВОЗ после 75 лет. После 60, 60 по пожилой ВОЗ. Пожилой, да, но гериатрия это рассматривали старческие. У вас сохранный пациент. Почему не было выбрано на первом этапе оперативное лечение? Скажите, ну какие были? Повторите этот вопрос, пожалуйста. Смотрите, исследовали вы HPV-статус до начала лечения? И что являлось у вас методом выбора именно лучевой терапии на первом этапе, а не оперативного лечения? Да, я описала, что лимфатические узлы, они были подвижны. Да, возможно было бы сделать хирургическое лечение, но пациент морально не готов был. Именно поэтому для него оптимальным вариантом было уменьшение downstage, уменьшение образования и только потом лимфоденоктомия. Я поняла ваш ответ, скажите, пожалуйста, но был ли фактор убеждения? Потому что по стандартам лечения, если вы начинаете лечить ротоглотку у пациента с оперативным лечением на первом этапе, по статистике получаете лучшие результаты, чем вы получаете по случевой терапии. Пациент заведомо у вас активный, без выраженной сопутствующей патологии. И, ну, скажем так, возможно, это явилось одной из факторов, почему возник пациентный риск, рецидив заболевания. Дело в том, я понимаю, что в России, возможно, принимает решение о тактике только врач. Но существует другой метод принятия решения, когда пациент и врач совместно принимают решение. Если пациент не согласен ввиду своих моральных устоев, не согласен начать с хирургического лечения, это невозможно. Я знаю, что есть стандарты, я прекрасно это понимаю, но это обоюдное решение. Ну, в России не врач, а вообще-то консилиум принимает решение. И консилиум как бы склонен немножко просветить больного, чтобы он знал, какие последствия у него будут от одного лечения и от другого лечения. Собственно говоря, на этом и базируется выбор пациента, что он дальше хочет. Понятно. Спасибо за это. Спасибо. Это вопрос нерешенный, на самом деле. Мы поэтому и говорим на эту тему, что очень часто и пациенты сами говорят, да, зачем мне лечиться, да, вначале. То есть они потом просят лечения. И врачи очень скептически относятся к пациентам в возрасте. Поэтому, смотрите, первая ситуация, вторая ситуация, хирургическое лечение нет. Почему-то считается, что хирургическое лечение тяжелее, чем лучевое, либо химиолучевое, чем лекарственное. Поэтому мы вот и пытаемся разговаривать на эту тему. Продолжение следует...